Моё первое пребывание здесь было довольно нервным. А если бы ты не встретила мужа, ты бы осталась в России? У вас холодно, и вы пьёте водку. Вы вместе со своим мужем Владиславом в Москве открыли британский детский сад. Это обучение по программе, составленной Великобритании. Чем русские мужчины отличаются от британских? Если парень приглашает тебя на ужин, ты платишь за то, что съела. Это что-то немыслимое, невыносимое. Это проект «Мы и они», я его автор Мария Шахова. Работая в пиаре и журналистике, я часто слышу мнение о том, что жизнь где-то там за границей лучше. Но я считаю, что это не так. Это доказывают и мои гости, иностранцы, которые родились и выросли в разных странах, но выбрали жизнь здесь, в России. Колли Робертс, 37 лет, британка. Педагог и основательница частного детского сада. 15 лет назад переехала из Уэльса в Россию из-за любви к детям и к будущему мужу. Вместе с ним Холли и открыла свой бизнес в Москве, обожая столицу за ее метро и гастрономическое разнообразие. Искренне считает, что истинные джентльмены живут не в Великобритании, а в России. Привет, Холли. Привет. Спасибо тебе большое, что приехала сегодня ко мне в студию. Тебе спасибо за приглашение. Я знаю, что ты переехала в Россию в 2009 году из Уэльса. И у твоей тети был здесь бизнес, ей требовался помощник. И ты как раз-таки приехала сюда помогать, что называется. Что до переезда ты знала о России и какие стереотипы оправдались? На самом деле я почти ничего не знала о России. Когда ты живешь в Великобритании, сфера твоих интересов ограничена Великобританией. Туда практически не попадает Россия. Единственное, что я знала, в России все носят усы, много медведей, у вас холодно, и вы пьете водку. По сути, на этом все. А еще в кино русские всегда изображают злодеями. Вот и все, у меня не было какого-то сложившегося мнения. Можно сказать, что когда я впервые приехала в Россию, я приехала без предубеждений. Я тогда была совсем юной, мне было 22 года. Но я знаю, что в России у тебя сразу все пошло не по плану. Тебе потеряли чемодан, ты никак не могла объяснить, что тебе нужно. Как вообще проходили твои первые месяцы жизни здесь? Расскажи. Начнем с того, что когда я ехала в Россию, я впервые путешествовала самостоятельно. Так что для меня это был двойной стресс. Конечно, у меня возникли проблемы в аэропорту. Я не могла никого попросить о помощи, но главная трудность была в том, чтобы правильно ориентироваться. Если человек не знает русского алфавита, то у него практически нет шансов найти дорогу. Иногда я блуждала по метро часа по два, садилась на неверную линию, ездила на ней туда-обратно. Для того, чтобы положить деньги на телефон, нужно было пользоваться автоматами в подземных переходах. А там все только по-русски. Я совершенно не понимала, что я делаю. Так что вместо своего телефона я клала деньги на чей-то чужой. В общем, было много таких моментов, из-за которых мое первое пребывание здесь было довольно нервным. Но все они связаны с незнанием языка. А потом, насколько я понимаю, у тебя закончилась твоя рабочая виза. И ты буквально в последний день пошла в бар отметить поражение команды по регби. Насколько я знаю, регби – это такая достаточно популярная игра у Эльси. И познакомилась в баре со своим будущим мужем. У нас в России, говорят, это судьба. История нашего знакомства не из тех романтических историй, которые показывают в кино. В тот день команда Уэльса проиграла Англии. А в регби не может быть ничего хуже. Так что мы с подругой пошли в бар. И когда я заказывала напиток, Владислав случайно услышал, как я говорю по-английски. Он подошел ко мне и завязал разговор. Потом мне надо было уходить, и я поняла, что потеряла пальто. Он кинулся его искать, обшарил весь бар, и в итоге все-таки нашел. В знак благодарности я дала ему свой телефонный номер. Остальное, как говорится, уже история. Да, я считаю, что это судьба. Потому что до того, как Владислав вернулся в Россию, он жил в Великобритании. А в московских барах не каждый день можно встретить девушку из Уэльса. Думаю, это действительно судьба. А если бы ты не встретила мужа, ты бы осталась в России? Интересный вопрос. В мои планы не входило задерживаться здесь дольше года. Я даже оставила свою машину у дедушки, думая, что вернусь. Возможно, я осталась бы еще на год или два, потому что мне очень понравилось учить детей, для которых английский не первый язык. Однако Британия Скул, мой детский сад, никогда не появился бы, потому что мы создали его вместе. Если бы мы не встретились, этого бы не произошло. Я, скорее всего, осталась бы, но все сложилось бы не так, как сейчас. А что-то есть такое, что тебя зацепило в России, ну, помимо любви? Да, мне кажется, главное, что здесь такое огромное поле деятельности. И когда я познакомилась с Владиславом, он мне показал настоящую Россию. Потому что иностранец во многом ограничен, если он не владеет языком. На наш первый день Святого Валентина он отвез меня в Санкт-Петербург. Я влюбилась в этот город, и теперь мы ездим туда каждый год. Он познакомил меня с российской кухней, которой, должна признать, мне пришлось привыкать несколько лет, особенно к борщу. Он открыл мне глаза на ту сторону России, с которой я бы иначе никогда не познакомилась. И когда это произошло, я полюбила эту страну гораздо больше. Я знаю, что в одном из интервью ты рассказывала, что жители твоего города считают, что ты поступила неправильно, что ты переехала в Россию. Что вообще, в частности, у Уэльси говорят про Россию и про русских? И почему, собственно, это неправильный выбор? Мне кажется, как и у меня до переезда, их знания о России подчеркнуты из кино. Например, пару лет назад я была в своем родном городе и возвращалась домой с центра на такси. Таксист флиртовал со мной, а я просто хотела, чтобы он следил за дорогой. В какой-то момент он спросил, откуда твой муж, и я ответила, что он русский. После этой фразы таксист сразу же свернул разговор и больше не отвлекался от вождения. Мне кажется, существует такой стереотип, что в России все мужчины силачи. Что здесь круглый год холодно. Когда я говорю знакомому, у нас так жарко, летом стоит просто ужасная жара, я так счастлива, что у нас есть кондиционер. Они удивляются, как это? У вас же всегда зима. Там это в порядке вещей, люди просто не представляют себе, каково это, жить в таком городе, как Москва, где тебе доступно все. Мой родной город Уэльси по сравнению с ней совсем мал, и для них я девушка, которая уехала в Россию. Так меня там все называют. У меня иногда спрашивают, что ты там забыла? Потому что они ничего не знают о России. А когда началась специальная военная операция на Украине, у тебя были мысли, чтобы уехать обратно в Уэльс? На самом деле, когда это произошло, я была в Великобритании. Я возила сына знакомиться с семьей. И мой дедушка был серьезно болен, поэтому я поехала его навестить. Когда появилась эта новость, первое желание, которое я испытала, это вернуться в Россию. Потому что здесь мой дом, здесь мой детский сад, здесь вся инфраструктура. И в итоге, из-за того, что я ездила туда-сюда, банк прислал мне письмо, в котором сообщил, что больше не хочет держать у себя мои деньги, потому что я живу в России, и это связано с риском. Так что для меня, как британки, возвращение в Россию не прошло без проблем. Кроме того, родители моих воспитанников знали, что я уехала домой навестить больного дедушку, и они опасались, что я останусь там. Можешь себе представить, как они обрадовались, когда я вернулась? А для меня вопрос о том, чтобы не возвращаться в Россию, никогда не стоял. Холли, а за то время, пока ты живешь в России, твое мнение о русских изменилось? Или, может быть, сами русские тоже изменились за это время? Я бы сказала, да. Когда я приехала сюда впервые, я очень удивлялась, что когда я улыбаюсь людям в метро, на меня смотрят с каменными лицами. В Великобритании тебе всегда улыбнуться в ответ, так что я думала, ого, какой недружелюбный народ. Но со временем я поняла, что для человека, кого русские знают, они готовы на все. Они помогут тебе больше, чем любой британец. Со временем мое мнение на этот счет определенно изменилось. Просто русские, на мой взгляд, немного более искренние люди. Они не станут улыбаться человеку, которого они не знают. И в этом, мне кажется, есть смысл. Постепенно я это поняла. Я думаю, что наверняка тебя удивляло не только это, но еще и то, что в России мы верим во всякого рода приметы, причем многие из них, в отличие от британских, говорят у нас о нехороших вещах. Например, черные коты. В Британии это к удаче, а у нас, наоборот, к несчастью. Но я предлагаю узнать, насколько ты хорошо понимаешь ту самую русскую душу. Я буду говорить тебе начало приметы и предлагать несколько вариантов ее ответа. А ты пытаться угадать. Готова? Окей. Итак, что будет, если женщина поставит обувь на стол? Первый вариант. Будет прибавление в семье. Второй вариант. Будут беды в семье. И третий вариант. Придется помыть стол. Первый вариант. Прибавление в семье. Правильно. Ты знаешь, в Британии это одна из самых популярных примет. Это правда? Только означает она совсем другое, да? Да. Как ты правильно угадала, в России это действительно к прибавлению. Ну, просто удивительно, что одна и та же вроде примета означает совершенно разное. Итак, вторая примета. Что будет, если яйца разбивать об стол? Первый вариант. Яичница не получится. Второй вариант. Жди беды. И третий вариант. Денег прибавится. Ох, вот это сложно. Придется угадывать. Допустим, номер два. Это правильно. Жди беды. Знаешь почему? Нет. В России яйцо считалось символом жизни. И если разбивать его об стол, это было равносильно тому, чтобы просто бить свою жизнь. Соответственно... Логично. Итак, третий примет. Если ласточки летают низко, то первый вариант. Завтра будет жарко. Второй вариант. Скоро будет дождь. И третий вариант. Будет ураган. Думаю, второй вариант. И снова правильно. Скоро будет дождь. Но на самом деле примета пошла от наблюдательности. Наши предки очень внимательными были. И ласточки действительно перед дождем начинают летать низко. Но только по причине того, что у мошек, которые летают в воздухе, у них намокают крылышки, им становится тяжело, они опускаются ниже. И ласточкам, чтобы добывать это пропитание свое, приходится тоже спускаться ниже. Вот такая вот... Вау, очень интересно. Да, наблюдательная примета, что называется. Детские сады и школы в России это всегда очень такая горячая тема. И я знаю, что в 2015 году вы вместе со своим мужем Владиславом в Москве открыли британский детский сад. Он работает по британской системе. И мне интересно, чем все-таки эта система отличается от нашей российской. И насколько я понимаю, она, кстати, признана золотым стандартом по всему миру. Мы используем британскую программу «Базовая ступень раннего возраста». Это программа, которую преподают во всех дошкольных учебных заведениях в Великобритании. Никакой альтернативной программы там не существует, по ней занимаются все. Основа этой программы — игра. Если кто-то со стороны придет в сад и посмотрит, чем занимаются дети, то может сложиться впечатление, что они просто играют. На самом деле, во всем, что они делают, есть своя структура. Для каждой игры предусмотрен целевой результат. Например, когда ты видишь машинки в песочнице, ты думаешь, «Ага, какие-то машинки в песочнице, детям будет чем заняться». Но на самом деле их положили туда с определенной целью. Возможно, подбирая их с земли, дети развивают мелкую моторику. Или дети трогают песок и таким образом развивают чувственные ощущения. Вся британская программа направлена на общее развитие ребенка. В ней есть семь областей. Одна из них — математика. Другая — язык и общение. Одна из самых важных областей — социальное и эмоциональное развитие ребенка. Другими словами, детей учат, как делиться, как быть хорошим другом, как играть вместе. Детям преподают все эти навыки. Люди, особенно в России, часто думают, что обучение по британской программе — это обучение английскому языку. Это не так. Это обучение по программе, составленной Великобритании. Даже в королевской семье занимаются по этой программе. Ну вот я сама была когда-то в детском саду. И что, в общем, ты приходишь утром, переодеваешься, идешь, играешь во что-то, потом обед, сончас, потом еще прогулка, либо там играешь. Там в пять-шесть вечера тебя забирают родители. У вас получается точно такой же график или он абсолютно другой? Думаю, день строится примерно одинаково, хотя наш день немного короче. Да, дети приходят в сад, посещают занятия, затем у них прогулка, хотя наш двор для прогулок, скорее всего, не похож на ваш обычный детский сад. Беседки, которые должны у нас быть по правилам, оборудованы для ролевых игр. У нас есть железнодорожный вагон с колесами, у нас есть кухня, у нас есть зона для чтения, сооруженная из бревен. В общем, распорядок дня примерно такой же. Разница в том, как у нас осуществляется обучающий процесс. И как ты упомянула, что раньше подобные заведения были доступны только детям из богатых семей, а твой проект является социальным. И, насколько я понимаю, он был открыт при помощи «Импакт инвестирования». Это такая программа в России, она не очень распространенная, ее часто путают с благотворительностью. Я знаю, что вообще всей этой программой занимается твой муж, но, может быть, ты можешь как-то таким простым языком объяснить, что это такое? Да, конечно. Ты права, это специализация моего мужа, он занимается «Импакт инвестированием» уже очень давно. Обычно инвестор вкладывает деньги в какой-то проект, получает высокий доход, и из этого дохода компания делает пожертвования на благотворительность, таким образом оказывая социальное воздействие. В случае с «Импакт инвестированием» ты заранее планируешь, что доход по инвестициям будет ниже, а воздействие больше. Наше социальное воздействие заключается в том, что мы предлагаем британское обучение такого же, если не более высокого качества, как в лучших частых школах Москвы. Но наша работа построена таким образом, что мы можем брать с родителей более доступную плату, так чтобы возможность получать качественное обучение было не только у детей элит. Другая сторона в том, что со временем я поняла, что родителям нужна помощь не только в том, чтобы научить ребенка иностранному языку, но и в самом дошкольном образовании. Так что я завела блог, в котором даю бесплатные советы родителям. Он также важен с точки зрения социального воздействия, ведь мы заранее знали, что не заработаем больших денег. А насколько сложно вообще иностранцу открыть бизнес в России? Я бы не сказала, что это очень трудно. По большому счету, открыть свою компанию – это не такая уж головоломка. Конечно, в секторе, который мы выбрали, очень много регулирования. Это, пожалуй, самый сложный момент. Если ваша компания, как наша, получила все нужные лицензии, то приходится соответствовать огромному количеству правил. Вот это реально трудно – создать свою компанию не особенно. Да, но при этом ты сказала в одном из своих интервью, что увидела именно в России карьерные возможности. Что это были за возможности? Определенно в области обучения. В Москве меньше частных международных школ и британских школ, чем в Великобритании. Так что конкуренция совсем другая. В Великобритании на каждую вакансию приходит 150 резюме. Здесь гораздо меньше. Так что круг возможностей шире. Мне кажется, здесь больше возможностей расти, особенно для женщин. Может это прозвучить странно, но в Великобритании существует так называемый стеклянный потолок. В некоторых областях, таких как наука, мужчины в значительной степени доминируют. В свое время я работала в британской компании в Москве. И даже там мужчины очень явно доминировали. Так что мне, как женщине, было очень трудно продвигаться вверх по карьерной лестнице. Просто потому, что так устроена корпоративная культура. Если в России у меня есть возможность руководить собственным детским садом и быть своим собственным боссом, то в Великобритании добиться этого мне было бы почти нереально. Вот что я имею в виду, когда говорю о возможностях. А как, кстати, вы нанимаете вообще сотрудников? Это же такая гиперответственность работать с детьми. Подбор персонала действительно непростое дело. Тем более, что у меня очень строгие требования к тем, кого мы принимаем на работу. Разумеется, в Великобритании другая система найма. Точнее, не найма, а поиска людей. В Великобритании, когда ты ищешь работу и хочешь устроиться на какое-то конкретное место, то тебе нужно заполнить заявку, подготовить резюме, составить сопроводительное письмо и приложить рекомендации. Здесь все не так. Мы, например, пользуемся несколькими способами поиска нужных людей. Но я знаю, что многие используют Headhunter. А Headhunter устроен так, клик, и ты можешь подать заявку на любую вакансию. Почти никто не пишет сопроводительные письма. Мало кто обращает внимание на рекомендации. В то время как в Великобритании, если у тебя хотя бы одна плохая рекомендация, то серьезные проблемы с поисками другой работы тебе обеспечены. Там работодатели копают гораздо глубже, вплоть до самого первого места работы, чтобы убедиться, что ты им подходишь. Холин, знаешь, хочу тебе задать вопрос, который, мне кажется, интересует практически любую маму. С какого возраста ребенку нужно начинать учить второй язык? И я знаю, что в Британии с самого детства учат второй язык. Что это за язык, я, честно говоря, не знаю. Это довольно-таки спорный вопрос, и ответы на него будут очень сильно различаться в зависимости от того, кем человек работает и насколько подробно он изучал эту тему. В Великобритании преподавание второго языка начинается не раньше семи лет, и это обычно немецкий, испанский или французский языки. Я считаю, что это ошибка, потому что если бы преподавание начиналось раньше, то британцы, возможно, говорили бы на других языках лучше, а то, прямо скажем, нам сейчас нечем здесь похвастаться. Русский преподают только в частных школах, в государственных школах мы его не учим. А опыт преподавания в моей школе показывает, что лучший возраст для начала обучения – полтора года. Возможно, это кого-то шокирует, но чем младше ребенок, тем проще ему учить язык. Если я начну заниматься с ребенком в полтора года, то к тому моменту, когда он перейдет в четвертый класс, он будет полноценным билингвом. А если ребенок придет ко мне в пять лет, то английский язык и другие академические дисциплины будут у него на хорошем уровне, но не на таком, как у того, кто начал заниматься в полтора года. Мой сын пойдет в нашу школу следующей весной, и ему как раз будет полтора года. По своему опыту я могу сказать, что чем раньше начинаешь учить второй язык, тем лучше. У Холли частный детский сад. Но в России любой родитель может найти себе сад по карману. В Британии все совсем не так. В среднем в Лондоне родители платят за сад от 7 до 15 тысяч фунтов в год. В рублях это от 450 до миллиона рублей. В России же эта сумма не превышает 50 тысяч рублей в год. Ну, раз уж мы начали сравнивать немножко Британию и Россию, предлагаю продолжить эту тему. Я знаю, что ты в восторге от московского метро. И часто говорила в своих интервью как раз таки, что это просто лучшее метро в мире. Давай сравним его с британским. В чем все-таки отличие? О, да, я обожаю метро. В Лондоне на подземке я вообще ни за что не поеду. Я была там пару раз. Последний раз, когда водила маму в театр на Короля Льва. Подземка вызывает у меня чувство клаустрофобии. Там грязь. Повсюду валяются обертки от Макдоналдс и кофейные чашки. А скамейки сделаны не из пластика, а из какого-то материала, в котором застревают всевозможные крошки. Так что это просто ужасно. Кислорода почти нет. Для меня это настоящий кошмар. И сейчас, чтобы я согласилась поехать на лондонской подземке, кто-то должен мне за это хорошо заплатить. В московской метро значительно больше места. Оно гораздо чище и гораздо функциональнее, чего люди, к сожалению, не ценят. Ой, не успела на поезд? Ну и ладно, через три минуты придет следующий. В Великобритании, если ты не успела на поезд, то удачи тебе. Будешь торчать там полчаса или даже час. Поэтому я большая поклонница московского метро. Это мой любимый вид транспорта для поездок по городу, однозначно. Целый час ты можешь прождать поезд? Серьезно? Да, это если еще повезет. Поезда – это настоящий кошмар. Они не только дорогие, но и постоянно опаздывают. Перегон могут закрыть, и это не шутка, если на пути упал лист с дерева. Упал лист, поезд задерживается. Прошел снег, поезд задерживается. Я могу заранее сказать, что поезд не придет по расписанию. Возвращаясь к теме детей, я много раз наблюдала, как здесь, в России, незнакомые люди любят делать замечания чужим детям. То ребенок кричит, то зачем вы привели маленького ребенка в ресторан. Как вообще с этим дела обстоят в Британии, и как люди реагируют на чужих детей? Есть ли вообще такое? На самом деле, со мной такое случалось. Пару месяцев назад я села на поезд, и со мной ехала бабушка, которая сказала мне, что же у вас ребенок-то без шапочки, а моему сыну очень быстро становится жарко. Я подумала, что это очень мило с ее стороны, так что я сказала, ой, спасибо вам, что заметили. В Великобритании люди, наверное, подумали бы то же самое. Просто никто бы не сказал этого вслух. В британской культуре есть такая особенность. Британцы редко высказывают свои мысли. Если бы такая ситуация произошла в Великобритании, если бы кто-то подумал, что моему ребенку следовало бы надеть шапочку, то он бы, скорее всего, посмотрел на меня, подумал эту мысль, но не произнес ее вслух. А еще у нас в России есть родительские чаты. И, с одной стороны, это, конечно, очень удобно, но, с другой стороны, я неоднократно слышу от своих друзей, что это просто, как говорят в России, что-то с чем-то, что-то немыслимое, невыносимое. В Британии вообще есть родительские чаты? Родители ругаются в этих чатах? Дома у нас все точно так же. Это не что-то чисто российское. Так происходит везде, где есть WhatsApp. Ты права, это удобно, если, например, приближается новогодний утренник, и нужно попросить родителей помочь тебе в подготовке костюмов, или если в школе намечается какое-то мероприятие. Однако есть и обратная сторона. Если тебя кто-то поймет неправильно, события будут нарастать, как снежный ком. Поэтому у меня в детском саду действует запрет на общение с родителями. По WhatsApp общаться нужно только лично или по телефону, как в старые времена, потому что WhatsApp имеет свойство приумножать негатив и недопонимание. Я знаю, что когда ты переехала в Москву, то ты снимала квартиру. Насколько сложно снять квартиру в Москве по сравнению с Британией? Мне, в принципе, очень повезло, потому что моя квартирная хозяйка говорила по-английски, так что это сильно облегчило мою жизнь. Вообще, насколько я понимаю, здесь сдается больше квартир, чем в Великобритании. Это позволяет избежать многих проблем. А если еще и квартирная хозяйка говорит по-английски, то жить вообще становится легко и просто. По своему опыту могу сказать, что снять квартиру, хорошую квартиру, как у меня, где жить было бы приятно, здесь проще, чем в Великобритании. И расходы совсем другие. Когда я жила на Кутузовском, в Британии за те же деньги можно было найти только комнату, а я снимала целую квартиру, так что мои жилищные условия после переезда сюда стали гораздо лучше, чем до этого. Хочу вернуться к твоему британскому садику здесь, в России. Насколько я помню, из своего детства нас очень часто кормили манной кашей. Ну, я думаю, что и до сих пор во многих детских садах эту манную кашу дети едят. Но у тебя же британский садик. Правильно я понимаю, что маленькие сэры едят у вас овсянку на завтрак? Люди часто думают, что раз мы британский детский сад, мы кормим детей британскими блюдами. Ничего подобного. Поскольку мы работаем по лицензии московских властей, мы подчиняемся тем же самым требованиям, что и все остальные российские детские сады. У нас точно такая же еда, но есть одно преимущество. Повар, который готовит для нашей школы, также готовит для посла Великобритании в Москве. А что касается овсянки, которую в Великобритании якобы едят все поголовно, то это лишь стереотип. Мы не едим ее в таких количествах. До того, как я приехала в Россию, я ее ни разу не пробовала, и только здесь я узнала о том, что у нее столько разновидностей. Я думала, что овсянка – это всегда одна и та же овсянка. Но я предлагаю тебе и сегодня попробовать русское блюдо и попытаться его угадать. Ты готов? Окей. Ничего не имею против. В этом сезоне я угощаю всех своих гостей традиционными русскими блюдами и стараюсь их удивить. Холли, ты готова удивиться? Да, готова. Окей. Надевай маску. Не подглядывай. Это самса? Нет. Очень интересно. Рыбный вкус. Немножко рыбный. Правильно. И как будто бы тесто снаружи. Ты пробовала? И рожки? Ну, по большому счету, да. Можешь снять маску. Давай посмотрим. Ты знаешь, что это? Пирожки, да? Да, это растягай. Его так назвали за счет его формы. Вот видишь, как раз таки. Второй, он как будто расстегнутый. Он был очень популярен в московских трактирах. А из Петербурга очень часто люди приезжали в Москву для того, чтобы поесть этих самых растягаев. Любопытно. Ты живешь в России уже 13 лет. Как по твоим личным наблюдениям, как за это время изменилась Москва? Очень изменилась. Могу отметить два момента. Первый – это такси. Когда я приехала сюда впервые, мне приходилось голосовать. Подъезжала какая-нибудь Лада с разбитым зеркалом, и я была вынуждена на ужасном русском объяснять таксисту, как проехать туда, куда мне нужно попасть. Сейчас у нас есть Яндекс, у нас есть Гет. Интерфейсы на русском и английском. Так что иностранцам стало гораздо проще перемещаться по городу. А еще у них есть очень классная услуга, которой я пользуюсь, когда куда-то еду с сыном. Аренда детского кресла. Не нужно носить с собой свое кресло, его можно взять в аренду, и таксист привезет его прямо в машине. Это одна из областей. А вторая – рестораны. Когда я впервые приехала в Россию, здесь работало много грузинских ресторанов. Из международных сетей были Ти Джи Фрайдес, Эль Патио. А сейчас у нас с мужем есть целый список. Наш любимый тайский ресторан, наш любимый итальянский ресторан, плюс множество креативных кафе, которые делают крафтовые бургеры или крафтовое пиво. У нас есть любимое заведение, куда мы ходим каждые выходные, поесть круассанов и выпить кофе. Такого раньше не было, и это изменение определенно к лучшему, потому что я люблю вкусно поесть. Я так благодарна за то, что могу заказывать еду онлайн, потому что у меня есть сын, и если брать его с собой в супермаркет, это будет настоящий кошмар, ведь он еще совсем маленький. Все эти службы доставки сильно упрощают мне жизнь. На мой взгляд, именно инфраструктура изменилась в Москве в первую очередь, и с ней моя жизнь гораздо легче, чем когда я возвращаюсь в Великобританию. Не могу тебя не спросить на тему мужчин, потому что мне постоянно в комментариях пишут девушки, Мария, а почему вы все время спрашиваете у своих гостей, чем русские девушки отличаются от иностранных, но никогда не спрашиваете про мужчин? Спрашиваю у тебя, чем русские мужчины отличаются от британских? В России принято, что когда ты идешь ужинать с парнем, он за тебя платит, правильно? В Великобритании такого нет. У нас счет делится пополам. Если парень приглашает тебя на ужин, ты платишь за то, что съела. У нас это называется располовень счет. Это первый момент. Второй, я очень люблю цветы. На нашем первом свидании Владислав подарил мне розы, чего со мной никогда раньше не случалось. Цветы сейчас не в моде. А мелкие знаки внимания их оказывает только мой дедушка. Придержать дверь, пока ты выходишь из машины. Взять у тебя сумку. В Великобритании так сейчас не делает ни один парень, потому что так просто не принято. Мне не хочется разочаровывать русских дам, которые нас слушают, но там, к сожалению, джентльменов больше не найти. Если хочешь пойти ужинать, придется платить за себя самой. Холли, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Постарайся отвечать максимально коротко. Итак, главный стереотип иностранцев России. Водка. Водка и зима. Вот, пожалуй, два главных стереотипа. Что для тебя значит патриотизм? Я из Уэльса, и я настоящая патриотка. Это чувство у нас в крови. Для нас это самое главное. Любой уэльсец – патриот. В нас это развито, пожалуй, больше, чем у англичан. Три главных качества русской души. Гостеприимство. Русские всегда очень тепло принимают гостей. Готовность помочь. И искренность. Холли, спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Мне кажется, было классно. Спасибо, мне было очень приятно. Большое спасибо. Это проект «Мы и они», я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. И помните, хорошо там, где мы есть. Редактор субтитров А.Семкин